Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Чемпионате по фигурному катанию Ну, в общем, есть что спросить, друзья Вы это тоже можете сделать, присоединяйтесь к нам Ватсап, вайбер, смс 909-928-189-9 И группа ВКонтакте Страна ФМ, пост, там комментарии Можно будет В них задать свой вопрос Да, Владимир, ну, давайте начнем С насущного, скажем так Вот как раз завершил сейчас Лыжный биатлонный сезон Вернее, завершается Каковы вообще, в принципе, у нас успехи Достигли ли того, чего хотелось Достичь, тем более в свете Олимпиады Которая прошла И условно триумфального для нас В отсутствии основных Игроков, скажем так Триумфального выступления Показали ли что-то те лидеры, которые Не поехали на Олимпиаду Ну, на самом деле, так получилось, что Лыжи и биатлон показали Прямо противоположные результаты по ходу Сезона, и если Лыжника можно поставить Ну, я думаю, пять с минусом То биатлонистам Ну, где-то два с плюсом Поэтому сравнивать вот эти два вида Ну, по ходу нынешнего сезона Очень тяжело В одном практически провал В другом много неожиданных успехов И тут лучше говорить Отдельно сначала об одном Потом о другом О чем вам больше хочется Сравнивать между собой Или сравнивать с Олимпиадой? Нет, между собой Между собой, да А если сравнивать с Олимпиадой? Ну, на Олимпиаде тоже У нас биатлонистов было всего четыре человека И они выступили плохо От них, по сути, многого и не ждали У некоторых были надежды, что вдруг Где-то что-то как-то зацепим Смешная эстафета, может быть, еще что-то Но вот этого где-то что-то вдруг не получилось А вось не прокатило А у лыжников, наоборот, выступления на Олимпиаде Превзошли все ожидания Было просто что-то невероятное Лыжик же вообще как получилось? У нас сначала убрали первый пласт Когда запретили выступать Легкову, Валикжанина, Белову Вот эти все ребята Они многолетние лидеры команды И казалось, что без них все Просто никого не останется А как только их убрали Это в прошлом году был чемпионат мира в Лахте Казалось, что ловить нам там нечего И вдруг молодые ребята Это Сергей Юстюгов, Юлия Белорукова Уже такие имена в этом сезоне Да, в этом сезоне они уже знаки В прошлом сезоне о них мало кто знал И тут они просто на себе вытащили весь этот чемпионат мира Он получился одним из самых успешных за всю историю Было очень круто И мы ждали с нетерпением Олимпиады Верили, что, во-первых, оправдают первый наш эшелон Во-вторых, второй еще подтянется И мы всем покажем Время показало, что совсем все иначе получилось Да, там была полная беда перед Олимпиадой Мы продолжим, у нас небольшая музыкальная пауза От Сати Казанова И счастье есть, говорит она Мы поверим Это телерадиоканал Страна ФМ И это наша постоянная вторничная рубрика Страна о спорте, она называется У нас в гостях Владимир Ванов Представляющий из Дальцовский дом Спортэкспресс Говорим мы о окончании лыжного и биатлонного сезона Также о чемпионате мира по фигурному катанию Ну и, конечно же, по мелочам Обо всем спортивном Сейчас давайте, Дмитрий, продолжим Владимир, прошу прощения О биатлоне Что мы показали Получается, у нас в Тюмень проходил В Тюмени проходил заключительный этап Копка мира И закончился он, в принципе, на хорошей ноте Максим Цветков победил в Мастарте Это было полнейшей неожиданностью 15 километров Да, но, в принципе, это единственная наша личная медаль Кроме Антона Шипулина, многолетнего лидера Вот по ходу этого сезона Вот, и поэтому, ну, сезон Такая, можно сказать, ложечка меда в бочку дегтя Да, вот эта победа Вот, в целом, я думаю, никто никаких иллюзий не питает По поводу конкретно вот этой Виктории Победил он большой молодец, да Но пик формы на последнем этапе Кубка мира Но это немножко не то, чего мы все ждали Конечно, лучше поздно, чем никогда, да Но, в принципе, сезон в любом случае получился очень провальным И сейчас ждут у нас большие перемены в биатлоне Меняется власть Александр Кравцов, который был президентом последние годы Не будет переизбираться на новый срок Придет новый человек Вот пока известно о двух кандидатурах Это Владимир Драчев Супер известный наш биатлонист Да, он много чего выигрывал Легенда практически нашего спорта Вот, и Виктор Майгуров тоже очень известный Менее титулованный, но тем не менее Вот пока вот два вот этих вот кандидата у нас на пост президента И, ну, можно предположить, что вслед за новым президентом придут и новые команды То есть наверняка будут большие изменения в тренерских штабах И поэтому, ну, новый сезон получится совсем новым Совсем с чистого листа И, ну, не знаю, можно ждать его как нового года, да Что все плохое останется в прошлом А все хорошее вот начнется как раз таки Ну, получается у нас вообще, в принципе, на протяжении всего сезона Не удавалось нашим спортсменам показывать хороший результат Потому что в общем зачете девчонки наши вообще что-то там 11-21 места А у нас в общем зачете единственная радость, что на третьем месте Ну, у нас на самом деле было вот как по ходу всех прошлых сезонов То есть начало сезона не задается, никто не бежит, никто не стреляет Тренеры говорят, ребята, у нас впереди чемпионат мира Там или Олимпийские игры Мы выходим на пик формы туда и там всем все покажем Параллельно зарубежные спортсмены, топ-спортсмены, условно, Мартан Фуркат Уже все показали Да, Даша Домрачева Они с самого начала сезона держат вот этот уровень Условно там из пятерки практически не выпадают А совсем штопы, как Мартан, они и стройки даже никуда не деваются И они держат вот эту всю форму И на чемпионате мира, на олимпийских играх, на главных стартах Все продолжают собирать Мы все ждем, 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 когда придет чемпионат мира Приходят чемпионат мира или, ну, как в данном случае, Олимпийские игры У нас все то же самое, все очень плохо, все печально Все говорят, надо сделать выводы Да, что-то не то, где-то не так Мы что-то там не докрутили И так из года в год Давайте еще прокомментируем лыжный сезон Все-таки здесь у нас все очень даже хорошо Неожиданно, прекрасно И ваши комментарии по этому поводу У нас причем и Олимпиада, и чемпионат мира весьма успешно Нет, чемпионат мира в этом году не было В прошлом году был чемпионат Шива Да, очень успешный В этом году появились молодые ребята Которые там на том чемпионате мира Кто-то не участвовал даже Кто-то там только-только где-то засветился И они в этом году выступают очень здорово И вчера, кстати, я был на мероприятии Там выбирали спортсмена Ну, можно сказать, за волю к победе, да, на Олимпийских играх То есть не обязательно победил или не победил А просто кто проявил себя, характер Там сначала голосовали зрители, потом члены жюри Вот, и триумфатором стал как раз-таки лыжник Денис Спецов Вот, он на один голос опередил Илью Бурова, фристайлиста И Женю Медведеву, нашу фигуристку Вот, и в принципе, ну, это было очень таки заслуженно Никто не удивлялся, почему так И все знают, что, в принципе, вот этот парень, он сделал, ну, такое практически невозможное Его еще осенью он мечтал просто выступить хотя бы в одной гонке на Олимпиаде А в итоге он уехал с Пхенчана с тремя медалями Вот, и по сути у нас таких спортсменов, ну, в лыжной команде сразу несколько И в этом, наверное, очень большая заслуга Елены Вяльби Это как раз-таки отличие лыж от биатлона в том, что в лыжах настоящая команда Которая собрана возле одного такого суперяркого, харизматичного лидера Это как раз-таки Вяльби, да, все крутится вокруг нее Она поставила правильных людей, там, отличные тренеры Очень семейная атмосфера, все очень здорово В биатлоне такого нету Вчера на том же мероприятии мы, например, общались с биатлонистом Антоном Бабиковым И он, ну, честно признавался, что большая разрозность в команде Одни туда, другие сюда Что все вместе собираются и все, ну, как будто немножко чужие Вот, и я думаю, в этом тоже кроется такая причина того, что у одних все хорошо Да, у других наоборот, таки все здорово Ну, это здорово, зато есть такой пример, к чему стремиться Очень хорошо, что хотя бы в таком виде спорта у нас есть определенные результаты положительные Да, да Ну, и какая-то такая атмосфера, все это на перспективу, я надеюсь, тоже Ну, да, теперь вот лыжники хотят, чтобы как-то про них больше говорили, больше писали Потому что, ну, вот, например, в Пхенчане, когда они выигрывали медаль за медалью Все ходили и говорили, вау, у нас такая команда, такие ребята крутые Надо вот просто на место биатлона, да, который суперпопулярный Сейчас брать вот этих лыжников, про них показывать, про них рассказывать Вот, в итоге закончилась Олимпиада, прошло две недели, все, о лыжниках все забыли Сейчас идет чемпионат России, там стоит шесть камер на старте, финише И, то есть, когда спортсмены бегут куда-то по кругу, их даже не видно Ну, и получается, что, в принципе, какого-то внимания уделять им сложно Потому что болельщики даже не могут посмотреть за гонками Вот, поэтому будем надеяться, что как-то немножко изменится вот эта ситуация, да И к лыжникам, к главным героям Олимпийских игр последних будет больше какого-то внимания, ажиотажей Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Доброе утро, друзья! Здравствуйте, Лиза Калинина, Никита Некрасов здесь Как обычно, по вторникам, наша большая спортивная рубрика «Стране о спорте» И помогает разобраться в перипетиях как окончания лыжного и биатлонного сезона Так и чемпионата мира по фигурному катанию Владимир Иванов Доброе утро, Владимир, еще раз Доброе утро, Сава Про все, что связано с лыжами и катанием на них мы поговорили Да, разобрались Теперь давайте перейдем к фигурному катанию Животрепещущая тема, тем более в свете, опять-таки, Олимпиады Такой хорошей Олимпиады, да, и, ну, такое себе Что произошло? Что произошло? Устали все, нервничали Ну, почему все? Некоторые выступили очень даже неплохо, да, у нас три медали И, в принципе, Михаил Коляда очень здорово все сделал У него первая медаль, ну, серебряная причем медаль, да, то есть он практически, ну, победитель среди проигравших, да, можно так сказать Но он все-таки победитель для себя Второе место в мужском катании, это очень сильно, у нас такого давненько не было Вот, Женя Тарасов и Владимир Морозов тоже стали призерами И это тоже хорошо после их не самого удачного выступления на Олимпийских играх И вот, ну, по этой части у нас все нормально Но главное событие, конечно же, это поражение Алины Загитовой, которого не ждал вообще никто Это, ну, полнейшая сенсация Никаких предпосылок к этому не было изначально Но потом, когда уже стали разбираться, что к чему и как, ну, все-таки стало понятно, что... Много падения Такой расклад был возможен Много падения, я прокомментирую, а ты не знаю Смотрите, она с момента Олимпийских игр, ну, напомню, что ей всего 15 лет, и у нее сейчас такой пубертатный период И вот с момента своих триумфальных Олимпийских игр она успела вырасти на 3 сантиметра В сложно-координационных видах спорта это очень заметно и сильно сказывается Из-за изменения больших Да, конечно, там даже сантиметр, это уже все, нужно привыкать Это уже другие прыжки, другая амплитуда, другие углы А тут сразу 3 сантиметра И с учетом того, что после Пинчана у нее были постоянные приемы, встречи И она не могла тренироваться в полном объеме, как это делала до Олимпийских игр Возможно, они с тренером как-то это не отследили, не уловили, что, ну, такие серьезные изменения И вот случилось то, что случилось как раз-таки на чемпионате мира в Милане Она сделала ошибку на одном прыжке и, наверное, дальше стала как снежный ком набираться Потому что она весь сезон не ошибалась вообще, а тут раз, да, и у нее не получилось Не успела понять, что такое уже следующий прыжок Она вот свои каскады делает на очень большой скорости Сделала один прыжок, сразу же второй, третий, у нее очень так все лихо проходит И когда сразу же сбой, ну, уже тяжело что-то сделать И вот, к сожалению, получилось то, что получилось Ну, будем надеяться все-таки она справится с этой ситуацией Ну да, главное, что психологически тоже с этим справилась Потому что она, ну, хоть и олимпийская чемпионка и уже великий спортсмен, она все-таки ребенок еще Вот, поэтому сейчас самое главное, чтобы у нее в психологии все было в порядке Чтобы тренеры, родители, все ее близкие сумели найти правильные слова И поддержали ее Да, 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 и к следующему сезону она подошла с холодной головой Роковые три сантиметра Поговорили мы о, начали говорить о фигурном катании О неудачах Алины Загитовой Вот уже есть что-то добавить? Скажите, пожалуйста, Владимир Иванов Обозреватель спорта Да, и всегда есть что сказать, да, тем более про такой любимый в России вид спорта, как фигурное катание Вот, но мы сейчас уже как раз-таки с вами общались, пока была музыкальная пауза По поводу того, что у нас очень сильная, жесткая и даже жестокая конкуренция в женском В женском Сейчас, причем, надо отметить, раньше такого никогда не было Ну да Да не, ну тоже было Да не было никогда Настолько не было, наверное, да, на самом деле никогда Да, до Лепницка не было такого вообще Да, вот последние три года все подряд выигрывала Женя Медведева В этом году сверкнула Алина Загитова, которая отодвинула Женю на второй план И вот сейчас неожиданно Алина проиграла И в следующем сезоне не факт, что Алина также будет побеждать Потому что подрастают новые молодые девочки, которые... Ну и Алина-то совсем молодая, да, 15 лет Но есть в группе той же Этери Беридзе, у которой тренируется и Загитова, и Медведева Девчонки, которым 11, 12, 13 лет, и которые выполняют уже еще более сложные программы, чем нынешние лидеры Вот не так давно на юниорском чемпионате мира впервые в истории женского фигурного катания был исполнен четверной прыжок То есть даже мужчины далеко не все его делают, а тут уже девочки Вот, и весь вопрос в том, что сумеют ли вот эти вот молодые девчонки вот этот вот уровень перенести во взрослый спорт Потому что, ну, все-таки 11, 12, 13 лет, там другой вес, другая голова, они ничего не боятся, у них нет страха Они даже не думают о том, что может случиться, да, с возрастом все вот это приходит И поэтому, когда им исполнится 15 лет, они смогут выступать во взрослом спорте Ну, неизвестно, повторят ли они те же трюки, которые делали еще пару лет назад Вот, но судя по тому, как работает конвейер Этери Тутберидзе Все-таки хоть кто-то из них повторит, потому что, ну, там что-то невероятное происходит А что касается явлений Медведевой, это просто перерыв пока, но никаких заявлений нет? То есть она как тренируется, да? Сейчас она не тренируется активно, потому что у нее такая очень серьезная травма была Усталостный перелом И, ну, это настоящий подвиг, что она смогла выступить в Кенчане Еще больший подвиг, что она смогла бороться там за победу вплоть до последнего Потому что буквально за пару месяцев до Олимпиады я видел ее в Лазанне на сессии МОК Она стояла в гипсе на костылях Вот Удивительно Да, и... То, что она показала, это просто подвиг В стране о спорте Итак, друзья, мы продолжаем. Физкульт-привет. Лиза Калинина, Никита Некрасов, Владимир Иванов в гостях у нас сегодня. Обозреватель Спортэкспресс. Большая наша спортивная передача. Давайте к футболу обратимся. Сегодня товарищеский матч. Франция-Россия. У нас дома все случится. В Питере. В Питере, да. В культурной столице. Ваши комментарии. Что ждать? Владимир, что нам ждать? Ждать можно чего угодно, но я думаю, всем болельщикам в первую очередь хочется увидеться. И увидеться друг с другом. И увидеть какую-то надежду. Что-то, во что можно поверить. И потом ждать следующего матча. Потому что в последнее время у нас все было... Надежду, которая потерялась после матча с бразильцами. Да. Ну, в принципе, и до бразильцев у нас было не так все радостно. Но в Бразилии было совсем грустно. Хочется, чтобы у игроков были горящие глаза. Чтобы мы увидели какие-то яркие моменты. В принципе, результат роли не играет никакой. Это товарищеский матч или, как наш главный тренер Станислав Черчесов говорит, контрольный. Тут главное получить позитивную пищу и для размышлений. И такой вот фундамент, с которым можно отталкиваться куда-то дальше. Потому что понятно, что Франция это вообще топ-соперник. И если бы речь шла уже о чемпионате мира, то про наши шансы было бы говорить очень тяжело. Сейчас, с учетом того, что это и товарищеский матч, игроки будут немножко расслаблены. Ну, и погодка такая более российская, чем французская. Может быть, мы и... А далее французов вновь. Да, ну, в принципе, нельзя исключать и этого. Это не будет прям сверхсенсации. Но позитивных эмоций, я думаю, хочется всем. До чемпионата мира осталось буквально несколько месяцев. Ну, да. Да, хочется, чтобы уже страна как-то объединился вокруг вот этой футбольной команды, над которой все привыкли больше смеяться, да, нежели поддерживать. Но и все-таки... Ждать каких-нибудь нам изменений по составу, скажите, Владимир. Есть какая-нибудь информация у вас? Да, конечно. Сейчас как раз-таки эти контрольные матчи нужны для того, чтобы опробовать всех и каждого. И изменения будут. Тем более, к сожалению, тут и есть риски травм, да, поэтому многие, я думаю, будут меняться. И болельщики увидят практически, ну, всех, кто вот изначально в заявку попал, и тех, кто не играл в Бразилии, они наверняка выйдут на игру с Францией. Угу. Пока что результаты. Это приятно. Это приятно. Ну да. Ну что, друзья... Ваш личный какой прогноз на матч? Ну вот так вот, если отставить в сторону, что вы специалист, профессионал спортивный, что ожидаете? Думаю, 2-1 Франция. 2-1 Франция. 2-1 нормальный. Не такой обидный. Хорошо. Друзья, мы завершаем наш эфир, подходит к концу наш час, ну и, конечно же, наша рубрика «Стране о спорте». Мы благодарим нашего эксперта от издательского дома «Спортэксперс». Владимир Иванов сегодня был с нами. Спасибо большое, Владимир. Спасибо огромное. Всем хорошего дня. У тебя в гости еще. И вам хорошего дня. Да, мы же прощаемся до завтра. Нигде, не красавчик. Лиза Калинина. Все, друзья, хорошего дня. Пока-пока. Отличного дня. Субтитры подогнал «Симон»